Цена хорошая, но немного далековато. А, смотри. Вообще-то это как раз для нас. Но дороговато сейчас. Стоп, это мы говорим дороговато? Молчи, молчи. Не порть настроение. Брат, послушай, я... Они разрисовали своей отченицу твоего отца, как хотели. Но что произошло? Деньги истякли, брат, помоги. Пожалуйста. А Гекхан что здесь делает? Он пришел поддержать нас. Он с самого начала был против проекта, сейчас будет нас поддерживать? Хорошо, но он наш старший брат. И то, и то верно. Человек с самого начала был против проекта, но он ваш брат. Брат. Пойдем, я угощу тебе кофе. И закроем тему поддержки, я не знал. Это выдумки Синана. Голова Синана казалась самой умной, не так ли? Я бедный Эгемен, ты без пяти минут обогротившийся Эгемен. А этот человек все еще богатый Эгемен. Человек прав. Я пришел вас поддержать. Хорошо, тогда давайте поговорим о сумме, которая успокоит Эгемен. Погоди, неугомонный мальчик, погоди. Давайте сначала поговорим об условиях. У меня есть только одно условие для поддержания этого проекта, которой я не верил с самого начала. В дело входит поддержка вашего брата. Выходит своячница вашего отца. Вот так. Заходи, заходи. Добро пожаловать, Кереме. Бесполезная Кереме. Добро пожаловать. Послушай, Фазилет, не вынуждай меня говорить. Не успела я прийти, как ты меня подкалываешь. Проходи, садись. Ты гляди-ка, гляди. Ты снова упала на четыре лапы, как кошка. А? Из трущоб да в плазу. Твоя дочь молодец. У нее прекрасный вкус. Прекрасный. И у нее прекрасные соседи. Кто ее соседи? И кто ее соседи? Откуда мне знать? Твои. Ее соседи, твои ребята. Они оба здесь живут? Оба живут здесь. Видишь? Ты тоже упала на четыре лапы, как кошка. Оба под рукой у Фазилет. Господи, Фазилет, что хорошего я видела от тебя до сегодняшнего дня. Ты кормишь меня обещаниями, чтобы добиться своего и тянешь время. Если бы ты хотела, ты бы давно дала мне деньги, и я бы сделала этот тест. Послушай, сначала ты защити мою дочь от этой гадюки. Слушай, я клянусь тебе, что сделаю все возможное, чтобы ты провела этот тест. Иначе пусть Фазилет окаменеет. После этого дурацкого спора это дело перестало быть шуткой. С тех пор утекло много воды. В любом случае, мы не хотим поддержки и не принимаем твои условия. Верно? Тема закрыта. Послушайте, присутствие этой девушки означает желтую прессу. Присутствие этой девушки означает опасность. Это значит, что я буду говорить не о вашем бренде, а о своячнице, нашего отца. Если есть эта девушка, то меня нет. Понимаете, о чем я? Новая модель, и я в деле покрываю ущерб от ваших съемок, которые пошли на смарку. Хорошо? Одну секунду, секундочку. Брат, ты иди сюда. Какая секунда? Тема закрыта. Брат, Хазан с самого начала была не рада находиться здесь. Ты же знаешь, если мы поговорим, то она даже не расстроится из-за этого. Ты же знаешь, что она начала эту работу, потому что ты ее заставил. А потом продолжила, чтобы причинить мне боль. Она никогда не чувствовала себя здесь своей. Все это не было ее мечтой. И это не то, от чего она не может отказаться. Ты совсем не знаешь эту девушку? Девушку от любви, которой умирал? Не так ли? Брат, что за бред ты несешь? Я ей говорю это, потому что знаю. Эта девушка вложила столько труда. Ты только посмотри. Разве ты не видишь разницы между первым ее снимком и последним? Посмотри, как она увлечена своей работой. А теперь смотри и скажи, что не видишь волнения на ее лице. Прошу, Синанбей. Брат, посмотри. Без хазан нельзя, брат. Хорошо. Пусть будет так. Позаботьтесь о себе сами. Увидимся позже. Полагаю, ваш брат по-прежнему мой самый большой поклонник? Забудь. Это не связано с тобой. Да, я дам тебе это. Пока не забыл. Что это? Я же сказал, что помогу. Ты что, продал машину? Ой, да ладно тебе. Не надо продолжать. Это и так капля в море. Ну и что с того? Теперь будем ходить пешком, не так ли? Вот и верный ответ. Кстати. А это от меня, босс. Хазан, что это? А это моя капля в море. Моя крупинка соли. Это деньги за последние пять съемок. То есть я взяла оттуда деньги на квартиру, конечно, и еще отложила деньги на самое необходимое. Это то, что осталось. Не говори глупостей, положи их в сумку, я не хочу. Это деньги, которые ты заработала, Хазан. Господа, кажется, вы не поняли. Без возражений. Я не хочу возражений. Послушай, я... Мы не можем принять твои денег, понимаешь? Не можем, не принимаем. О, господи! Деньги Синана — это деньги, а мои бумага... Разве ты одно и то же, Хазан? И ты достали уже, ну хватит. Вы оба заберите, я не хочу никаких денег. Ничего подобного, босс Эгемен. Ты возьмешь этот конверт. Потому что я теперь не только ваша модель, но я в то же время ваш партнер. Если убыток общий, то и прибыль тоже общая. Сразу говорю. Смотри, потом ты даже кварплату не сможешь оплатить. Это жизнь. Хазан, нельзя. Мы не можем взять твои деньги. Послушайте, говорю, пожалуйста. Говорю, прошу, не продолжайте. Слушайте, я говорю, не будите во мне пацана. Будет худо. Вы знаете, не вынуждайте меня говорить. А то я очень грубо скажу и очень жестко. О, господи, хватит тупо пялиться. Протяните ваши руки. Ну же. Не могу поверить. Мы вместе отправились в этот путь. И этот странный и трудный путь для всех нас троих. Это путь, который многому меня научил. Он вновь помирил меня с той девочкой, забытой внутри меня. Дело не в макияже на лице, не в нарядных платьях, не в каблуках, которые я ношу. Дело в том, чтобы помириться, а не спрятаться. Этот путь воссоединил. Воссоединил меня с красками во мне. И вот остались последние несколько шагов. Я не знаю, куда ведет этот путь, но... Мы ли вы добьемся успеха, либо нет, не так ли? Середины не существует. Но самое главное, независимо от того, погрязнем мы или выберемся, мы никогда не расстанемся друг с другом. Давайте. Итак. Мы добавили свои крупинки соли в блюдо, а теперь убегаем. Минутку, куда мы убегаем? Я все еще могу пригласить тебя в кино, бедный эгемен. Я люблю эту девушку. Увидимся, босс эгемен. Вот теперь у тебя нет права погрязнуть. Добро пожаловать, Есимин Ханум. Какой приятный сюрприз. Определенно к добру, Аднанбей. У меня к вам просьба, но, как я уже говорила по телефону, это совершенно секретно. Я понял, Есимин Ханум. Не сомневаюсь. Я знаю, что могу доверять вам, а вы можете доверять моей щедрости. Чего именно вы от меня хотите? Короткое путешествие. В день смерти моей свекрови. Короткое путешествие. Странно. Говорили, что это очень хороший фильм. А зал абсолютно пустой. Ой, как жаль. Никому не понравился фильм, который выбрала моя любимая. Минуточку. Они даже не взяли деньги за билет при входе. На твоем месте я бы назвал... Это романтическим делом. Да ты... Ты бедный эгемен. Что ты сделал? Закрыл зал? Как бедный, но гордый эгемен, я сделал то, что мне подобало. У нас нет денег, но у нас есть имя. Не так ли? А, умник. Погоди, давай сфотографируемся, пока не потушили свет. Дам. Подожди. Снимаю. Ну, подожди. Снял. На. А. А. Закинь сразу же. Пусть девочки лайкают. Думаешь, не поделюсь? То есть, чтобы твой имидж красивого плейбоя не был разрушен теперь? Ты же делал заявление по телевизору, что покончил с любовью, чтобы потом... как бы ты сам себя не подставил. Вау. Тайная подписчица. Ты что, тайком следишь за мной? А что такое Хасин? Молодежь же сейчас делает что-то вроде этого. Между собой сокращает имена. То есть Хазан. Хазан. Говоря, молодежь... Наш возраст? Наш возраст. Любовь. Синан, я до сих пор не могу поверить в нас. Иди сюда. Я не могу поверить в себя, когда я с тобой, Хазан. Смотри, то есть у меня столько проблем, презентации, отец, брат, деньги. Не знаю, что еще. Я прихожу к тебе, вот так и все улетучивается в одно мгновение. Я полностью превращаюсь в нас. Для меня так же. Сестра, мама. Эта ночь, от которой я покрываюсь холодным потом. Я забываю обо всем, когда ты смотришь на меня. А, начинается. Хорошо договорились. Я посылаю вам аванс. Мы будем там через час-два с моими партнерами. Я благодарю вас, спасибо. Я Газбей. Мы сняли помещение. Это старое депо, но оно довольно просторное. То есть нам подойдет. Правда, потребуется внести пару изменений. Я скину тебе геолокацию, вышлешь команду заранее, хорошо? Конечно, это... Я дам вам это, Я Газбей. Что это? Эгемингруп отправил нам предупреждение, Я Газбей. Ой, я чуть с ума не сошла. Теперь ты понимаешь, в чем моя проблема? Ты говоришь мне, защити мою дочь. Но я в этом доме не могу защитить себя. Ох, вах, вах, Кереме. Ох, Кереме, вах. Молчи, подруга, молчи. Богом клянусь. Убийца. Ты убийца, подруга, убийца. Ты убила сестру человека. Сестру. Женщина отправилась на тот свет. Видите ли, Газбей делает то, делает то. Мэр, 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 мэр. Молись днем и вечером. Молись, чтобы Газбей не пришел среди ночи и не перерезал тебе горло во сне. Нет, клянусь, ты меня не поймешь. Слушай, я говорю, что с этим человеком что-то не так. Не только я это говорю. На кухне все думают так же. Все боятся, что могут встретиться с ним где-то в коридоре. Человек смотрит так, как дохлая рыба. Все время погружен в себя. Иногда словно его вообще нет. Иногда внезапно кричит. Это очень страшно. А он и на мою дочь кричит, да? Нет, дорогая. Видимо, твоя дочь в курсе. Она стала при нем такой робкой и никогда не говорит. Как вы и хотели, предупреждение отправиться. Кому вы отправили на сегодня, Хазымбей? Кому вы отправили предупреждение? Ягазбей, ваш отец не хочет никого видеть. Смотри, я пришел, чтобы собственноручно вернуть тебе это. Ты сказал, что я виновен. Сказал, что наказан. Я не издал ни звука. Я согласился на любое наказание. И ушел из компании. Отец, я взял пиджак и ушел. Ушел, отдав все, что мог отдать и как сын, и как служащий отец. Но этого ты у меня забрать не можешь, ясно? То, что ты называешь правом на имя, и мое право тоже. Нет ничего такого, чего я, отдав, не могу отобрать. Есть. Ты не можешь отобрать у меня мою фамилию. Выйди из комнаты. Войду. Я не признаю твоего предупреждения. Моя марка, моя фамилия. Ничего. Ничего тебе не принадлежит. Здесь только один, Эгемен. Что? Что это значит? Ягас, идем. Давай, выйдем. Нет, нет, подожди минутку. Отец объяснит кое-что, не так ли? Он только что... Ягас, идем со мной. Доволь, идем. Нет, одну минутку. Отец, пожалуйста, докончи предложение. Ты говорил, что в этой комнате только один Эгемен. Давай, скажи, отец, скажи. Давай, скажи, я здесь, кто я? Кто я, отец? Кто? А теперь ты собираешься отречься от меня. Это твое новое наказание? Ягас, давай. Давай, пойдем. Хорошо, хорошо. Я и так закончил свои дела в этой комнате. Я сказал то, что хотел, отец. А ты делай, что хочешь. Ягас, Ягас, стой, подожди, подожди. Давай поговорим. О чем мы будем говорить? О чем? Как мой отец в очень стильной форме отказался от меня, как от сына? Ягас, послушай, у нас серьезные проблемы с отцом. Нет, дорогой. Как раз тогда, когда я собирался поблагодарить за то, что меня, как Синана, не выставила охрана. Разве Синан не рассказал тебе о состоянии отца? Вау. А я полагала, что я единственный сюрприз дня. К добру ли я, Гыс? Что случилось? Ты пришел раздать пригласительные? А если, Мин, ты позволишь нам, мы разговариваем. Нет, нет, нет. Нормально все. А все равно говорить не о чем. Я не поняла, он что, обиделся? Дорогой. Папа, стой, не делай, папа. Отец, спокойно. Папа, не делай. Папа. Так, господа, что происходит? Я хотел отвезти к врачу отца, который ждет визита мамы и тети. Вот и все. Если скажешь об этом хоть одному человеку, то ты, как и твои братья, окажешься за дверью, Гехан. Ты меня понял? Гехан, что происходит? Что с тобой? Они просили денег, ты не дал, и тебе стало плохо? Закрой дверь. Ты скажешь, что с тобой? Я Семина. Я подумал. Много думал. Пришло время действовать в отношении отца. Ничего тебе не принадлежит. Здесь только один Эгемен. Синан, слушаю. Брат, мы вышли из кино. Ребята скинули адрес помещения. Мы едем туда. Хорошо, я буду там минут через пять. Окей. Слушай, я делаю это не ради компании, а ради нашей семьи, ради моего отца и моих братьев. Если бы я послушал тебя в тот день, когда он притащил этого парня на стройку, возможно, всего этого бы и не случилось. Это больше нельзя игнорировать. Сначала Селин. Хорошо, вначале мы. Мы тоже были против, но мы не можем давать девочке денег из-за страха перед ним. Потом Синан. Парень остался без денег. Намели. А теперь Ягыс. Дело дошло до отречения от него, как от сына. В этой комнате только один Эгемен. То есть ясно, что он имел в виду? Он вычеркнет из своей жизни всех. Я больше не хочу думать о том, кто следующий и что будет дальше. Я хочу что-то сделать. Для всех. Хочу сделать. Очень трудное решение, знаю. Но верное. Ты как брат и как сын принял верное решение, Гехка. Сначала я позвоню братьям, а потом адвокату. Позвони. Пусть они все придут сюда. Сядете, поговорите, а потом позвонишь адвокату и отберешь право отца с помощью этого же адвоката. Как тебе идея? Это нельзя делать вот так тайно? Это будет тайно. Никто не узнает. Каждый будет предлагать свое. Так нельзя. До последнего момента мы только вдвоем. Потом все раскроется, и мы сядем и поговорим. Я действительно не знаю, как я справлюсь с этим. Как я могу решить это в одиночку? Ясимин. Как я могу в одиночку? Хорошо. Не будешь. Потому что ты слишком эмоционален, чтобы справиться с этим, а это нам ни к чему. Ты предоставишь это дело мне. Я договорюсь. Договорюсь с адвокатом и с врачом. Сама все сделаю. Ты просто как старший брат, как сын будешь знать, что принял очень верное решение. Да. Да. Ну, сначала надо, конечно, навести порядок. Конечно же. Да мы здесь за три дня. Мы... Мы решим это. Да? Прекрасно. Что сказать, прекрасно. И что за фабрика здесь была? Шинная. А, этот запах. Из-за этого. Ну, запах улетучится, когда мы откроем окна. И шторы есть. Я сдаюсь. Сдаюсь. Брат, вонь. Будет трудно. Смотри, все разваливается. Чтобы не экономить на организации, мы не сняли готовое заведение. А здесь все разваливается. Да ладно. Давайте не будем сразу. То есть, наши пригласительные уже напечатаны. У нас три дня. Всего три дня. Нужно с чего-то начать. Не так ли? Со строительства. Слушай, это было клево. Давайте даже позвоним отцу. Брат? Дайте мне десять минут. Десять минут. Куда это она? Слушай, потеряется ли? Случится чего, иди следом. Опять что-то случилось, связанное с отцом, верно? Клянусь, я даже не знаю, кто я, мать ли я, свекровь ли я. Интересно, как и от кого я узнаю об этих изменениях в Хазембее? Базилет. А во сколько ребята приходят? Ты упрямишься и говоришь, что подождешь, а? Нет, я не говорю, что буду ждать. Я имею в виду, что мне бы хотелось увидеть их, пусть даже издалека. Нельзя, мать моя, нельзя. Моя девочка не захочет. Не смей показываться на глаза моей дочке. Ты и так ей все рассказала, даже про меня. Какая же ты разговорчивая. Разве останется место, куда твоя дочь не сует свой нос? Она собиралась погубить себя, погубить ребят, меня. А ну скажи, что ты имел в виду, когда сказала, что она собиралась погубить себя? Ты что, снова угрожаешь ей? Ай, Фазилет, клянусь, я устала от тебя и твоих дочерей. Видимо, я не смогу увидеть своих детей. Я буду присматривать за твоей дочерью. Слушай, я делаю в этом доме все, что мне полагается. А теперь и ты выполни свою часть, пожалуйста. Ты обещала мне, что воссоединишь меня с сыном. Пожалуйста. А ну глянь. Твой мальчик и моя дочка, не разлей вода. Какой? Что значит какой? С каким может быть? Боже, ну откуда мне знать? Просто с языка слетела. Как ты хорошо сказала. Ух, Фазилет, ради бога, не донимай меня. Бог знает, который из них твой, но... Я тебе скажу, что Синан и Хазан помирились. Вот как. Так. Твоя дочь обидела парня. Что сказать? Дай бог им счастья. И с другим она теперь общается. Моей девочке он не нравится, но... Уже не знаю, что произошло. Слушай, ты что-то знаешь. Клянусь богом, ты смотришь так, будто что-то знаешь. Ты знаешь. Они молоды, молоды. Оставь их в покое и не трогай. Они молоды. А я ухожу. Слушай, я иногда буду приходить, чтобы повидать ребят. И буду сообщать тебе новости о Бедже. Ну-ну, давай, Керемеханум. Теперь новости за тобой. Единственный Эгемен, а? Собственно, он единственный Эгемен, не так ли? Пожалуйста, слушай, не продолжай. Ты спросил, я ответил. Кроме того, я не хочу комментариев. А комментариев-то и нет. Я никак не буду комментировать, пока не отвезу его к врачу. Какой врач? Какая связь? Брат, разве ты не видишь, что у нас серьезные проблемы с отцом? Братья Эгемены. Это что? Кто будет заниматься уборкой? Что случилось, светские львы? Вы никогда в жизни не делали уборку? Она сделала тебе первое замечание. Итак, откуда начнем? Отовсюду. Мы можем начать, откуда пожелаем. Естественно. Готовы? Ну, как же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте. Приступим. Поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Я хочу знать, що ти думаєш. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хазым... Я вынуждена пойти. То есть это особый день для моей сестры. И я где-то три дня не разговариваю с сестрой. Особенно и отношения у нас не очень. И маму я увижу впервые спустя несколько дней. То есть поэтому я немного напряжена, понимаешь? Но я вынуждена. Я вынуждена пойти. Я не могу оставить сестру. Я не могу оставить ее одну. И ты должен пойти со мной, Хазым. Смотри, Есимин и Гекхан тоже пойдут. Если ты себя плохо чувствуешь, я имею в виду из-за проблем с именем. Я слышала кое-что от Есимин. И если ты очень зол на них, опять же, я не могу тебя заставить. И ты тоже получил приглашение. По-моему, твои сыновья захотят тебя видеть. Они будут тебя ждать. Поразительно, очень поразительно. Смотри, они не забыли свою сестру. Видишь? Они прислали платье вместе с приглашением. Уже сегодня вечером ты сообщишь им радостную весть. Не к спеху. Вы не вмешивайтесь. Дочка, смотри, твой отец не сказал. Очевидно, они не знают. Иначе, разве они пригласили бы? Они не звонят, не интересуются тобой. Смотри, они хотят с тобой помириться. Если бы они знали, что станут дядями... Сказала, не вмешивайтесь. Почему вы продолжаете? Скажу тогда, когда захочу. Это мое дело. Ладно, дочка, как знаешь. Я пойду подготовлюсь. Простите, к чему вы готовитесь? Сделаю прическу, дочка. Завью волосы на бегуди. А, только вы не идете. Что это значит? Вот пригласительная, дочка. Да, пригласительная здесь. Мое пригласительное. На двоих. Для мужа и меня. Разве мы чужие, дочка? Я ваша мать. Разве можно так порознь? Это семейное дело. Да. Это дело моей семьи. Я подготовлюсь. Ясин. А? Слушай. Хорошо. Я тоже очень нервничаю за сегодняшнего вечера. Но если я не пойду, я буду мучиться. Селин, хорошо. Я же не говорю тебе, не ходи. Говорю, я не пойду. Нельзя. Или с тобой, или никак. Ни в коем случае нельзя одной. Послушай. И Эджа будет там. Рядом с ней отец. Если сейчас мы не пойдем, то все истолкует по-другому. Если ты не придешь, я не смогу справиться с бременем сегодняшнего вечера в одиночку. Я не могу позволить этой женщине победить. Измените этот цвет. Сюда золотистые. Не сглазить бы мою красавицу. Не сглазить бы. Мама, помолчи. Я и так сейчас умру. Боже упаси. Какой умру? Господи, каюсь. Дочка, сегодня твой день. Все взоры будут на тебя. Именно поэтому я задыхаюсь. Можешь дать мне две минутки, а? Хазан Ханум, осталось совсем немного. Сынок, ты говоришь, что заканчиваешь, а уже столько минут возишься с этим делом. Ладно, девушке надоело. Не трогай уже, хватит. Что с твоими усами? Отрежь их, отрежь. Ей отправили пригласительное? Эджи. Отправили, отправили. Судьба. Как говорится, кто-то намеревается, а кто-то добивается. Кто бы мог подумать, что вместо сестры ты станешь лицом Марки? Чему быть того не миновать? Значит, такова ее судьба. Был месяц Март. Как только я услышала об этом конкурсе лицо Марки, я схватила твою сестру за руку и прямиком на этот конкурс. В этот раз получится, дочка, сказала я. Как быстро летит время. День, когда мы вошли в отель, стоит перед глазами у меня. Хватит. Хватит. Мама, хватит. Не начинай эту тему. Хорошо, детка, не буду. Не начну. Лучше бы ты не заходила в этот номер отеля. Я позвонила музыкантам, они уже в пути. Я сказала им, какие произведения вы хотите. Господин, простите, я вас не помню, вы из нашей команды? Я из технической группы, я буду настраивать экран. Кто вас пригласил? Меня направила компания, у которой вы арендовали экран. Хорошо, сделай свою работу хорошо. Он очень важен, никаких проблем возникнуть не должно. Не беспокойтесь, с вашего позволения. Ты говорила про музыкантов. Я им сказала название произведения, которое вы хотели. Я Семен Ханум? Без проблем. Музыка. 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 Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Не сглазить бы тебя. Ой, Господи, пусть тебя хранит. Мама, давай выйди, подыши воздухом, если хочешь. Заодно посмотришь зал. Хорошо, пойду посмотрю, кто пришел. Посмотрю на приготовление, закончились или нет. Все будет прекрасно. Мы это заслужили. Будет прекрасно. КОНЕЦ Добро пожаловать. Дай угадаю. Этим вечером я здесь благодаря тебе. Игос меня не звал. Он даже не смотрит на меня. Ничего подобного, но ты же знаешь, он пошел против отца из-за тебя. А потом отец забил самый важный гол. Именно ему. Молчи и продолжай развлекаться. Это ты спас мне жизнь, верно? Бенас так сказала. Она немного преувеличила. Ты не обязана мне жизнью. Что бы ты ни делала, ты не сможешь рассчитаться со мной, Фазилет Ханом. И ты знаешь это. Твой муж оставил тебя одну. Ты в порядке? В порядке. Конечно, в порядке. Я знаю, насколько ты чувствительная и хрупкая, но ты, кажется, поклялась затмить свою сестру. Ты очень красивая. Очень. Нет, дорогая. Причем здесь это? Я оделась, как обычно, и пришла. Давай, Эсимин, давай. А? Что? Сначала мы должны здесь позировать. Иди сюда. Хорошо, что отец не пришел. Иначе этого логотипа было бы достаточно, чтобы он взбесился. Эдже, давай, очередь за тобой. Нет, я не буду позировать. Давай, дорогая, идем. Доброго вечера. Иди сюда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уголовная. Моя глупая дочка. Дура. Дура. Пожалуйста, пусть все пройдет гладко. Пожалуйста, пусть не будет никаких проблем. Пожалуйста. Пришла. Вы поговорили? Нет. Зачем разговаривать? Она же не ко мне пришла, она же к тебе. Мама. Может, ты это поговоришь, может, сюда позовешь. Она же еще ребенок, ребенок. Это задело ее. Она же хотела быть лицом Марки. Мамина птица удачи. Не ей, а тебе предначертано, дочь. Ну что поделать? Это засядет к ней в голову, поэтому говорю. Она же ребенок. Эдже? Милая моя. Нет, стой. Что ты делаешь? Твой макияж испортится из-за меня. Проходи. Посиди со мной. Поговорим немного. Нет, я не иду. Я пришла вместе с Есимином. Неудобно получится. Я пойду. Конечно. Конечно, чтобы не получилось неудобно. Иди, она сейчас напряжена, взволнована, нуждается в тебе. Иди. Дурочка. Видите ли, пришла с Есимин. Глупышка. Она прибрала девочку к рукам, а наша ее не понимает. Мама, хорошо, хватит. Я сегодня вечером не хочу слышать ни об Эдже, ни об Есимин. ВЕСЛЕНИЯ 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 Какая красивая девушка, не так ли? Она точно заслужила быть лицом Марки. Да, и макияж у неё в самый раз. Правда, они приняли правильное решение. Замечательно. Разве твоя сестра так поступила с тобой на твоей свадьбе? Молодец. Ты сестра года, Эдже. Браво. Сестра года. Ребята, всё действительно получилось превосходно. Совсем не ожидала. Поздравляю. Очень приятно, что отца нет. Есть две причины, почему отца здесь нет. Первая – Эгемена. Вторая – ваше упрямство из-за его своячницы. Ну, пусть будет так, сказать вам кое-что. Вы отлично поработали. Вы получите вознаграждение за свой труд, а я буду аплодировать вам, пока мои ладони не будут гореть. Осталось совсем недолго. Давай, мы закончим последнее приготовление. Вау, моя прекрасная возлюбленная. Начинаем? Мы готовы? Э-э… Э-э…это… я пришел, чтобы ты не волновалась. Недолго осталось, но следи за нами – хорошо? Синан. Хазан. Этот вечер – наш вечер. Этот вечер твой вечер Вы оба шикарно выглядите Ну, вы дети, а я выйду с мамой Хорошо Он такой восторженный, потому что волнуется Конечно, конечно, волнуется Пусть уже ветер братьев и геменов начинает дуть, не так ли? Каким бы ни был результат сегодняшнего вечера Мы проделали очень хорошую работу Определенно, это мы и сделали Что бы ни случилось, где бы я ни был Это было очень важно для меня Где ты будешь? Мы здесь, брат Мы здесь, и у меня от волнения трясутся коленки Зенан, послушай После этого вечера Итак, если вы готовы, можем начинать Мы готовы, брат? Готовы Готовы, конечно Ты готов? Итак Добро пожаловать на вечер, геменов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы вместе отправились в путь. И этот странный, трудный путь, но этот путь меня многому научил. Он вновь помирил меня с девочкой забытой внутри меня. Дело не в макияже у меня на лице Ни в нарядных платьях Ни в каблуках, которые я ношу Дело в том, чтобы помириться А не прятаться Этот путь воссоединил меня с красками во мне И вот осталось последние несколько шагов Я не знаю, куда ведет этот путь Но мы либо добьемся успеха, либо нет, не так ли? Середины не существует Но самое главное, независимо от того Погрязнем мы или выберемся Мы никогда не расстанемся друг с другом Куда он пошел? Добро пожаловать в историю Лицо марки Эгеменов История лица марки, которая обошлась в 100 долларов Это же Хазан, не так ли? Дорога к лицу марки Эгемен Началась с номера в отеле В ту ночь Эгемен Эгемен дешево снял нашу красавицу Но наша красавица хотела получить нечто большее, чем 100 долларов И она получила то, что хотела От старшего брата к младшему От 100 долларов к лицу марки Вот истинное лицо 100-долларовой красавицы Братьев Эгеменов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова